Всем привет! Вы на канале Джеллиус. Сегодня я хотела бы поговорить о самых ожидаемых смартфонах 2020 года. И начнем мы с компании Apple. Несмотря на прогнозы многих аналитиков, приверженность пользователей к смартфонам компании Apple с годами не ослабевает. Последние новинки компании пользуются хорошим спросом, а в Apple отчитываются об увеличении продажи смартфонов. Но даже технологическому гиганту нелегко противостоять стремительно развивающимся тенденциям рынка. И новая линейка 2020 года обязана удивить новыми фишками, о которых появляется информация уже сейчас. Предугадывать дизайн нового iPhone 12 пока еще рано, но можно выделить несколько тенденций. Apple, скорее всего, оставит массивную площадку под камеры на задней крышке. Хотя такое решение при первом взгляде и казалось бы нечто странным, на практике оно понравилось многим пользователям яблочной продукции. Скорее всего, Apple уже думает над уменьшением экранного выреза, который в сравнении с многочисленными конкурентами выглядит немного устаревше. На это уже намекают первые сливы внешнего вида грядущей новинки. Так, известный сетевой информатор и дизайнер Бен Гескин опубликовал рендеры, на которых новый iPhone уж сильно похож на актуальные iPad Pro, а челки и вовсе нет. Последний момент достаточно сомнительный, ведь как минимум фронтальную камеру оставить придется, а технология подэкранного селфи-модуля пока находится на стадии экспериментов и доработки. Еще одной интересной утечкой стал макет габаритов iPhone 12 Pro Max, который был опубликован японским ресурсом. По нему видно, что при сохранении внешности 11-го появился магнитный разъем, как у iPad Pro, что говорит о том, что самая большая версия iPhone может получить поддержку Apple Pencil. Скоро узнаем. Но вот о наличии защиты от пыли и влаги по стандарту IP68 в смартфонах можно не сомневаться. Если говорить о дисплеях в новых iPhone, то аналитики прогнозируют, что купертиновцы выпустят сразу 4 модели в основной линейке. Это iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Предположительные диагонали экрана в новой линейке iPhone 12 вы сейчас видите на экране. Что интересно, теперь все iPhone 12 начнут оснащаться OLED-матрицами. А отличие моделей Pro по части дисплеев будет заключаться в поддержке частоты обновления 120 Гц. IPS-дисплей достался же более дешевому SE второго поколения, который вышел совсем недавно. Главное улучшение в плане коммуникаций для iPhone станет поддержка 5G-сетей. Авторитетный аналитик по продукции Apple Минг Чико заявил, что представители всей линейки будут поддерживать мобильные сети пятого поколения. Правда, 5G включат в аппаратах только для рынков США, Канады, Японии, Южной Кореи и Великобритании. В других странах, по данным инсайдера, поддержка работы в таком диапазоне будет отключена на программном уровне. На новинки от Apple также может серьезно повлиять Еврокомиссия. Все дело в том, что в ЕС хотят стандартизировать зарядное устройство на основе спецификации USB-C. И если подобные законы будут приняты, то все производители смартфонов будут вынуждены перейти на новый коннектор. И Apple не станет исключением, так как устройства с другими коннекторами попросту не пройдут сертификацию и не будут допущены к продажам на территории Европейского Союза. Стоит упомянуть, что в 2019 году активно ходили слухи о том, что в Apple хотят отказаться от лайтинг в пользу USB-C, что и было сделано в iPad Pro. Теперь перейдем к корейскому гиганту Samsung. Компания Samsung представила линейку Galaxy S20 совсем недавно, но в интернете уже начали появляться слухи по поводу флагманского модельного ряда Samsung следующего поколения. Сообщается, что устройство S21 или S30, дальнейший нейминг компании пока неизвестен, могут получить фронтальную камеру с оптической стабилизацией. Судя по слухам, Samsung может встроить улучшенную фронталку в смартфон Galaxy S серии следующего поколения с более крупным сенсором и оптической стабилизацией. Технология оптической стабилизации OIS обеспечивает съемку более плавного видео и изображение без смазывания даже в условиях низкого освещения. Если компания внедрит данную технологию, это будет первый смартфон компании с таким большим сенсором для селфи-камеры. Наверное, я одна из тех немногих, кто еще верит, что Nokia сможет на высоком уровне конкурировать с другими производителями на рынке смартфонов. По крайней мере, хотелось бы верить. В прошлом году компания Nokia выдала миру странный на вид фотофлагман Nokia 9 Pew View, который получил звание первого в мире смартфона с пятью основными камерами. Финский производитель уже ведет работу над преемником данного устройства, которое предположительно получит название Nokia 9.3 Pew View. Недавно надежный источник слухов Nokia A-New опубликовал некоторые подробности о грядущей новинке. Согласно его данным, Nokia Mobile работает над более чем десятью ранними прототипами нового флагмана. Рассматривает комбинацию датчиков камер на 20, 24 и 48 мегапикселей. На данный момент в компании стоит выбор между двумя сенсорами – это 64 мегапикселя от Sony или 108 от Samsung, которые будут использоваться для записи видеороликов. Также источник поделился своим видением дизайна будущего флагмана, основанная на предшественнике. Это смартфон с уже знакомым нам дизайном пентакамеры, но увеличенным в диаметре главным объективом. Презентация нового флагмана Nokia, согласно слухам, состоится во второй половине 2020 года. От Nokia перейдем к еще одному представителю мира смартфонам, который переживает на данный момент не самые лучшие времена – это компания LG. Несмотря на то, что смартфоны LG сейчас у людей встречаются крайне редко, модель LG G9 ThinQ может изменить интерес к бренду. Одной из новинок 2020 года станет LG G9 ThinQ, который, как ожидается, получит актуальный дизайн и поддержку сетей пятого поколения. Дизайн нового флагмана еще в начале 2020 года раскрыл авторитетный сетевой информатор Onleaks. Внешне гаджет очень сильно напоминает прошлогодние флагманы Samsung, правда с одним отличием. В экране будет использован каплевидный вырез под фронтальную камеру. Если говорить о дисплее, то по информации все того же источника он будет выполнен по технологии OLED. Также в LG G9 ThinQ собираются использовать подэкранный сканер отпечатков пальцев. Если верить инсайдерам, смартфон получит четыре основных модуля камеры, которые будут вытянуты по горизонтали. Каких-либо характеристик сенсоров пока нет, но можно предположить, что основная камера будет иметь разрешение более 48 мегапикселей, вторым модулем будет ширик, третьим – телевик с хорошим оптическим зумом, а четвертым станет камера для боке. В начале 2020 года инсайдеры заявляли, что G9 ThinQ покажут в феврале на MVC 2020 в Барселоне. Выставка по понятным причинам была отменена, но LG не спешит проводить презентацию в модном ныне формате онлайн-трансляции. Ожидается, что смартфон все-таки покажут в текущем полугодии. А вот Google не особо парится над интригой перед выпуском новых смартфонов, что доказывают утечки перед презентацией предыдущих устройств. Так, в 2018 году неизвестные заполучили партию Pixel 3 XL и предлагали их известным журналистам и блогерам еще за два месяца до анонса. Дизайн гугловских новинок уже привычно утекает в сеть задолго до официального представления. Так вышло и с Pixel 4a. Первые рендеры были слиты еще под конец 2019 года инсайдером Стивом Макфлаем. На них изображен смартфон с достаточно толстыми по современным меркам рамками и вырезом под камеру, как у линейки Samsung S10. Очень удивило решение с дизайном задней крышки. Черный квадрат, на котором расположен всего один модуль камеры. Хотя, судя по размерам данного блока, туда легко поместилось бы три или четыре объектива. Все эти слухи подтвердил портал SlashLeaks, опубликовавший фотографию прототипа Google Pixel 4a. Глазок фронталки стал поменьше, рамки вокруг дисплея поуже. Но вот количество камер на странной площадке осталось неизменным. Да, такая площадка была и в четвертом флагманском пикселе. Но пользователи сети не упустили момент подшутить над Google, сарказмом подмечая, что компания добра сделала как у iPhone. Основная камера, скорее всего, получит сенсор от Sony IMX363, на что указывает разрешение в 12,2 Мп. Есть вероятность, что дополнительный модуль камеры получит старшая версия XL, что будет заметно отличать две версии смартфона, в отличие от предыдущих поколений, где смартфоны отличались в основном лишь размером. Также Google Pixel 4a достанется процессор Snapdragon 730, а XL будет работать на более мощном Snapdragon 765. Из этого следует, что расширенная версия также получит преимущество в виде поддержки сетей пятого поколения. Устройства будут оснащаться как минимум 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ для базовой версии. Некоторые источники сходятся во мнении, что гаджетом оставят порт USB Type-C и разъем под миниджек. Предположительные диагонали дисплеев новых пикселей вы сейчас видите на экране. Другие характеристики дисплеев пока неизвестны, но наличие у смартфона на тыльной стороне сенсора отпечатков пальцев намекает на использование в них IPS-матриц. Ну и финальным сегодня в нашем топе будет смартфон от компании Realme. Инсайдер из Индии обнаружил новинку от компании Realme в базе данной Geekbench. Гаджет проходит под названием Realme X3 SuperZoom. Согласно полученным данным, смартфон будет работать на прошлогоднем топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855+. Аппарат оснастят 12 ГБ оперативной памяти, а на борту будет установлен Android 10-й версии. Другой информации о новинке пока что нет, но исходя из названия, смартфон сможет похвастаться объективом с оптическим приближением. Это будет очень интересным предложением, учитывая стоимость смартфонов от данной компании. Таким был наш топ о пожидаемых смартфонов 2020 года. Если мы упустили какую-то новинку, обязательно пишите об этом в комментариях. Спасибо, что смотрели, скоро увидимся!